Всем привет! Это последнее видео в 2022 году на моем основном YouTube-канале. Я постарался подобрать максимально символичную головоломку к Новому году. Это головоломка-часы от немецкой компании Siebenstein Spiele. Перейдем к обзору. Хронометр от Siebenstein Spiele. Мне кажется, головоломка с часами довольно символична для Нового года. Давайте распакуем. Головоломка имеет пятый уровень сложности из семи. Сдача заключается в том, что передвинут стрелки. Изначально у нас стоит время без пяти двенадцать. Нам необходимо поставить два сорок пять. Давайте попробуем. С обратной стороны есть надпись, если воспользоваться переводчиком. Я думал, что это немецкий, но переводчик предполагает, что это французский. И переводится посланник, демонив. Я не знаю, как-то это связано с решением или нет. Во-первых, у нас идут сначала большая буква, потом маленькие, а потом опять большая буква. Возможно, никак не связано это решение. Возможно, это просто бумага, на которой что-то собраться и напечатанное. У нас здесь, по-моему, вообще никаких букв нет, поэтому вряд ли это как-то связано с решением. Давайте рассмотрим сам хронометр. У нас, судя по всему, есть три подвижных диска. Это прозрачный-прозрачный и деревянный. И нам необходимо, передвигая эти диски, как-то сдвинуть стрелки. А стрелки, скорее всего, закреплены в прозрачных дисках. Да, верхний диск связан с часовой стрелкой, а средний диск связан с минутной стрелкой. Все, нам необходимо передвигая эти диски, как-то сопоставить так, чтобы у нас было правильное время. И также у нас есть лабиринт, который мы будем проходить при помощи вот этих колышков. И в данной головоломке мне вот что интересно. Мы уже решали подобную головоломку от этой же компании, и там необходимо было извлечь евро. У нас тоже было несколько уровней, возможно, тоже даже три уровня. Два прозрачных, один деревянный. Необходимо было двигать так, чтобы у нас отверстие под евро оказалось в одном месте, все три отверстия. Да, у нас монета выпадала с обратной стороны. И у нас была конечная точка, то есть мы понимали, куда необходимо подвести каждый диск. И это положение было финальной точкой каждого лабиринта. Здесь будет так же, либо нет, пока не знаю. Мне кажется, головоломка будет очень сложной. И знаю, почему у нее пятый уровень сложный здесь семи, мне кажется, она будет намного сложнее. Но давайте стекать время и решать эту головоломку. А если вы увлекаетесь головоломками так же, как и я, у меня для вас есть отличная идея новогоднего подарка. В крупнейшем в России магазине головоломок CTS Store вы найдете абсолютно любые кубики Рубика. От 2 на 2 до 21 на 21. Любые модификации этих кубиков и все, что связано с тематикой спидкубинга. Смазки, маты, таймеры, запасные детали, другие аксессуары для кубиков. А также, если выбираете подарок для спидкубера, есть огромный выбор других интересных и необычных головоломок. Да, Мегаминксы, Пираминксы, Мегаморфиксы, Пираморфиксы, Клоки, Сквайры, Скьюбы. А еще прямо сейчас в магазине CTS Store проводят новогодние распродажи. Прямо на сайте есть таймер. С 15 по 31 декабря вы можете купить абсолютно любую головоломку со скидкой 10%. А также, кроме распродажи, в магазине проводится конкурс картин из кубиков Рубика, который продлится с 15 декабря по 15 января. Принять участие может любой желающий. Вот уже есть картины участников. Мне кажется, довольно интересные. Где-то еще видел Лукьяну Ривз. Картины действительно очень хорошие. В описании оставлю ссылку на магазин CTS Store и на их группу ВКонтакте, где вы сможете узнавать новости о распродажах и различных конкурсах. Рекомендую подписаться. Итак, старт. Время пошло. Нам необходимо передвинуть стрелки с 15.12 на 2.45. Давайте попробуем. Было бы интересно, если бы минутная стрелка сделала несколько оборотов в настоящих часах. Но сейчас у меня наоборот. Часовая стрелка двигается, а минутная стрелка заблокирована. Так, давайте пока двигать часовую стрелку. Попробуем ее привести к нужному положению. Она у нас уже практически пришла к нужному положению. Соответственно, давайте сейчас двигать минутную стрелку. Она у нас заблокирована. Где она срезается? Давайте смотреть. Так, здесь она не врезается. Вот здесь она врезается. Соответственно, нам необходимо вот этот колышек передвинуть глубже. Сейчас этот колышек врезается в часовую стрелку. Соответственно, мне нужно сдвинуть часовую. А чтобы сдвинуть часовую, мне нужно сдвинуть нижний диск. Так, часовая проходит. Проходит или нет? Так, головоломка еще сложна тем, что у меня диски второй, первый и второй одного цвета, прозрачные, без цвета. И они у меня путаются. Если бы они были из акрила разного цвета, это было бы удобнее на самом деле. Потому что они у меня сейчас действительно путаются. Я не вижу, что относится к первому диску, что ко второму. На камере, наверное, еще хуже видно. Так, вот так. Здесь у нас что получается? Где у нас врезается этот диск? Вот здесь. Есть, прошли еще немного. Теперь у нас... Так, мне, очевидно, необходимо двигать часовой диск, для того, чтобы минутный диск смог пройти. Так, теперь мне нужен деревянный диск. Вот, я сейчас этот колыша хочу провести глубже. Деревянный диск необходимо сдвинуть. Трудно понять, за что нужно держаться, для того, чтобы все это двигалось. Так, у меня этот диск врезается где-то. Вот здесь. Есть. Продвигаем. И теперь, возможно, мы сможем сдвинуть минутный диск. Есть. Минутную стрелку вернули в первоначальное положение. Отлично. Это не то, что нужно было, но окей. Так. Далее. У нас здесь вмешается. Продвигаем здесь. Так. Так. Еще продвигаем. Минут... Нет. Минутную стрелку... А! Я сразу не заметил. У меня цифры нанесены на нижнем диске. Соответственно, когда я продвигаю нижний диск, у меня и цифры сдвигаются. Я сразу этого не заметил почему-то. У меня почему-то в голове было, что нижний диск, он не связан с цифрами. А по факту, я сейчас двигаю его. Честно говоря, на камеру нам только сложнее решать. Потому что я сейчас держу так, чтобы хорошо было видно на камере. Но при этом я вживую смотрю под большим углом и очень мало что вижу. Так. Давайте смотреть. Как нам необходимо двигать минутный диск? Какие у нас есть пути? А! В минутном диске я уже вижу, где у нас будет тупик, кстати. В минутном диске вот здесь находится тупик. А! Чтобы его пройти, мне нужно подняться наверх. Хорошо. Вроде бы сейчас. Тяжело понять. Потому что сливаются, как я говорил, два диска. Да. Если я сейчас подниму наверх, я смогу и пройти. Давайте попробуем. Честно говоря, очень сильно все сливается. Головоломка интересная, но ее так неудобно решать. Вы просто не представляете. Так. Теперь мне необходимо... Не вижу вообще ничего. Что ж такое-то? Вот здесь мне необходимо поднять. Так. Здесь нужно глубже продвинуть. Окей. Продвигаем сюда. Так. Есть. Сюда. Хорошо. Теперь этот колышек необходимо поднять. Вот у этого колышка на среднем слой, на минутной стрелке здесь находится тупик. Соответственно, у нас минутная стрелка должна оставаться в этом положении. Нам необходимо продвигать часовую стрелку вперед. Для минутной стрелки у нас здесь тупик. Если мы пройдем дальше колышком, у нас здесь тоже будет тупик. Соответственно, минутную стрелку мы дальше уже вращать не сможем. Давайте смотреть, как мы сможем двигать часовую стрелку и основание. Часовая упирается. Нам необходимо ее немного продвинуть. Я, по-моему, понял. Нам необходимо минутную стрелку немного вернуть и поднять колышек наверх на минутной стрелке. Да, я буду головоломку очень долго решать. Очень долго. И мне кажется, здесь даже больше дело не в сложность самой головоломки, а в том, что ее неудобно вращать и неудобно смотреть. Она, на мой взгляд, одна из таких головоломок, которые интересно решать, сидя на диване, сел, смотришь, возможно, фильм или сериал, и параллельно решаешь эту головоломку. То есть не так, как сел и целенаправленно решаешь только эту головоломку, а на фоне ее решать. Это интересно, мне кажется. Бывают такие головоломки, которые интересно сесть, покрутить. Есть от Константин Пазл много таких головоломок. Почти все, кстати. Так, вот здесь колышек должен... Где он упирается у нас, не пойму. А, вот здесь. Все понятно. То есть я сейчас вижу, что мне по факту, сейчас нужно только, не выходить из кадра, к минимум, сдвинуть часовую стрелку, немного совсем. Совсем немного сдвинуть часовую стрелку, и головоломка будет решена, потому что у меня уже совпали минутная стрелка с циферблатом. Соответственно, скорее всего, осталось немного. Но, тем не менее, как ее сдвинуть, пока не представляю. Мне ее необходимо двигать вот в эту сторону. Потому что, скорее всего, пока ее буду двигать, я сдвину все остальные диски. То есть мне нужно постараться двигать только верхний диск, не используя остальные. А я не могу его двигать, не используя остальные. То есть сейчас мне необходимо в любом случае сдвинуть средний диск, для того, чтобы продвинуть верхний. Здесь я могу проходить. Здесь тоже могу. Верхним диском. Здесь мне нужно сдвинуть немного. Для того, чтобы это сдвинуть, вот так сделаем. Где мне диск упирается? А, вот здесь он упирается, наоборот. Для того, чтобы здесь он не упирался, мне надо глубже провести колышек. Вот так. Все, решил. Головоломка решена. Сколько времени я потратил? 21 минут 25 секунд. Диски перемещаются друг относительно друга. Это создает дополнительную сложность во время решения. И за счет этого вы не видите конечной точки. А еще мне кажется, что минутную стрелку нужно немножко подвинуть. Она чуть ниже девятки. Давайте пробуем подвинуть. Потому что нам нужно ее прямо на девятку поставить, чтобы было 45 минут. А она у нас чуть ниже. Давайте пробуем исправить. Продолжаем время. Потому что мне кажется, что ее чуть-чуть нужно подвинуть. Я даже догадываюсь, как это сделать. Впрочем, это будет несложно. Так, где он с упирается? Вот один колышек нужно сдвинуть. Я боюсь, чтобы все не испортить при этом. Так, здесь мне нужно вот в эту ячейку попасть. Тут у нас правильно стоит. Возможно, нужно... А, возможно, нужно было просто нижний диск немножко подвинуть. Так, а чтобы его подвинуть, что он мешает? Там не врезается, вот здесь врезается. Можно таки два диска подвинуть, так, чтобы он не сбился. Есть. Вот теперь точно правильное решение. Все, теперь точно правильное решение. Стоп. 22 минуты, 22 секунды. На самом деле, интересно, когда вроде бы решил головоломку, то он видит, что нет, нужно немножко исправить. И за минуту исправляешь. Я сейчас хотел уже убирать камеру и заметил, что у меня часовая стрелка немного неправильно стоит. Она была приподнята вот до этого деления. Она должна находиться ближе к тройке, судя по тому, что она нарисована на схеме. Соответственно, одним движением я это исправил. То есть у нас было... Сейчас приподниму. У нас было вот так, а я сделал вот так. Поэтому к решению можно добавить еще секунд пять, наверное. Просто тем не менее, вот сейчас это точно правильное решение, потому что у меня изначально было вот так, когда я решил. Но немного сдвинув, у меня получилось вот такое решение. Сейчас уже сто процентов правильно. Потому что почему-то я сразу этого не заметил. Вот теперь, если сравнить, теперь сто процентов правильно. Теперь головоломка решена. В итоге я на нее потратил. Давайте посмотрим еще раз время. Ну, пускай будет не 22-21, а 22,5 минуты. Кстати, было бы интересно, если бы я эту головоломку решал ровно столько времени, сколько занимает отрезок вот от этой точки до этой. Напишите в комментариях, сколько это часов и минут. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Все остальные ролики, которые выходили в этом году на моем основном YouTube-канале. Также хочу вас поблагодарить за то, что смотрите мой канал, за то, что подписываетесь, комментируете, ставите лайки. Это помогает продвижению роликов, помогает росту канала. На мои каналы в этом году подписались приблизительно полмиллиона человек. Это на все мои каналы, во всех соцсетях. Большое вам за это спасибо. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok